Новый дизайн и высокий пассажиропоток. Проект нового терминала аэропорта в Барнауле получил одобрение госэкспертизы. Девушка и мать погибшего на СВО бойца пытаются доказать отцовство на ребенка. С какими сложностями столкнулась семья? Интуиция против норм ПДД, из-за чего на улице Власихинской возникают дорожные споры. Государственная экспертиза одобрила проект нового терминала Барнаульского аэропорта. Он будет предназначен для перелетов внутри страны. Прежнее здание, которое было построено в далеком 67 году прошлого века, планируют переориентировать на международные рейсы. Согласно проекту, который одобрила госэкспертиза, новое трехэтажное здание возведут в юго-восточной части аэропорта Барнаула, благоустроят привокзальную площадь, установят скамейки, освещение, обустроят парковочные места. По плану с прогнозом до 2035 года терминал будет обслуживать 834 тысячи пассажиров ежегодно, а его пропускная способность составит 600 пассажиров в час. И к другим темам. В Топчихинском районе девушка, погибшего на СВО, бойца не может добиться установления отцовства на маленького сына. Пара ждала ребенка и планировала свадьбу в октябре прошлого года. Но мужчина, так и не успев вернуться домой, погиб под обстрелами. Сейчас девушка через суд пытается признать отцовство. В этом ей помогает мать погибшего. Женщина хочет, чтобы внук носил фамилию ее сына. Подробнее далее. Этот жизнерадостный малыш – единственное, что осталось в напоминании о любимом парне для Анастасии. Девушка была беременна, когда ее жених Евгений героически погиб на СВО. Пара планировала пожениться в октябре прошлого года. Парень ждал отпуск. Но до возвращения к семье не хватило пары дней. Колона, где был Евгений, попала под обстрел. Парень так и не успел узнать пол будущего ребенка. Денис родился в феврале. Для бабушки Татьяны он стал единственным внуком и связью с единственным погибшим сыном. Но из-за того, что пара не успела узаконить отношения, девушка уже полгода вынуждена ходить по судам и добиваться установления отцовства на ребенка. Рассказывает, выплат не требует. Получить их все равно невозможно, так как пара не была в браке. В таком случае малышу положено лишь стандартное пособие по потере кормильца. И это необходимо доказать. Но, добавляет девушка, ей важнее, чтобы сын знал своего отца. Того же хочет и мать погибшего. Я хочу, чтобы у меня внук носил мою фамилию, чтобы в метриках у него Женя записан был отцом. Чтобы все это было на законных основаниях. Девушка предоставила в районы суд доказательства. Согласие матери погибшего бойца на отцовство, переписки, где Евгений говорил, что ждет ребенка, а также совместные фотопары и помолочное кольцо. Юристы добавляют, в подобных ситуациях таких фактов бывает достаточно. Однако суд Топчихинского района их отклонил и потребовал проведения генетической экспертизы. Юристы признают, что генетическая экспертиза хоть и имеет решающее значение, однако процедура это не из дешевых, а 30 тысяч и выше. Не каждая мать может ее оплатить. У нас такая непростая ситуация в стране, и таких случаев я предполагаю, что будет много. И здесь проблема не в том, что мы, скажем так, у нас мнения разделились относительно необходимости проведения генетической экспертизы, а ввиду того, что мы обратились с данным заявлением в марте 2023 года. На дворе конец августа по настоящее время у ОНСС есть неопределенность. То есть это долгий путь до обжалования определения, потому что все-таки правда на нашей стороне люди опускают руки и идут в исковом производстве, платят деньги за экспертизу. После долгих прений Топчихинский суд все же назначил экспертизу и за счет федеральных средств. Но все эти ожидания стоили нервов, рассказывает девушка. Со дня на день семья ждет, когда им наконец сообщат дату ДНК-теста, чтобы в свидетельстве о рождении малыша наконец появились фамилия и отчество любимого парня и сына. Улица Власихинская вновь удивляет своеобразным ПДД. Теперь во время движения по этой улице надо обращать внимание не только на кольцо, опасное автоподставщиками, но и на частный сектор. Мой коллега Данил Кузнецов расскажет подробнее. Типичная картина. Водитель ждет, пока его пропустят с выезда из частного сектора на оживленный участок в Власихинской между Ленточным Бором и Фурманово. Однако ждать должны остальные, а не он, как это недавно выяснилось в одной мартовской аварии. Двигался, никого не трогал. Внезапно удар с правой стороны. Человек выезжал с проезда, как назвать, с леса. Названий улицы там нет. Ударил меня в правую часть автомобиля, после чего автомобиль откинуло и встретились мы со столбом. Ущерб составил примерно 300-400 тысяч. В ГИБДД долго не могли прийти к единому мнению. Тем временем Антон с юристом подали запрос в администрацию по дорожному хозяйству по поводу плана улицы. Несколько лет назад проводилась полная реконструкция улицы Власихинской. Она должна была проводиться на основании утвержденного плана, плана организации дорожного движения, то бишь со знаками. Все должно было быть у них. Но ответ получен, что, дескать, такого плана нет. В настоящее время знаки приоритета на улице Власихинской в районе здания номер 68 не установлены. Данные работы включены в план работ на текущий год. Учитывая, что покрытие автомобильных дорог усовершенствованное, данный перекресток является пересечением равнозначных дорог. ГИБДД, основываясь на ответе администрации, признала виновным Антона по правилу правой руки. Несмотря на то, что другой участник ДТП сам сознался в своей ошибке. Вся, кроме одной улицы, Аллейской, там почему-то установлен знак второстепенной дороги, датирующейся 2020 годом. Хотя отличия от других проездов минимальны. Выходит, что теперь почти все асфальтированные дороги, ведущие из частных секторов на отрезок между Ленточным Бором и Фурманово, можно считать главными. Не исключено, что это место могут облюбовать автоподставщики. Данил Кузнецов, День с толком. В Зато-Сибирске сегодня состоялось торжественное построение личного состава 35-й ракетной дивизии и митинг, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации. Праздник посетил и губернатор Виктор Томенко. Он подчеркнул важную роль алтайских ракетчиков в защите суверенитета нашей страны. Участникам СВО вручили боевые медали, а также другие награды. В расположение дивизии недавно прибыло несколько десятков новых офицеров. Виктор Томенко пожелал им стать настоящими защитниками Отечества. Флаг России – это действительно символ государства. Это символ нашего величия, величия нашей страны, ее истории и воинской славы. Ваша служба важна как никогда. Силы, умения, понимание своих задач сегодня для жителей всей нашей страны внушает уверенность и спокойствие. Глава региона оценил и благоустройство «Зато-Сибирский». Виктор Томенко прошелся по центральной аллее. Недавно здесь провели работы по программе формирования комфортной городской среды на сумму более 7 миллионов рублей. Устроили основание из тротуарной плитки, установили опоры освещения, лавочки, урны, вазоны, посеяли газон. А также губернатор побывал на спортивной площадке. На ней появились баскетбольная и волейбольная площадки, хоккейная коробка и другие спортивные сооружения. Ребята рассказали губернатору, что с удовольствием приходят на площадку заниматься спортом. И к другим темам. Какие они – люди, живущие на Алтае? Что их сформировало? На что и на кого они будут опираться в будущем? Иными словами, что представляет из себя культурный код края? Ответ на эти вопросы сегодня за круглым столом искали эксперты от науки и культуры, спорта и общественных организаций, чиновники. К чему в итоге они пришли? Расскажем в сюжете. География и история страны на формирование этого самого кода, безусловно, повлияли. Алтае – это азиатский регион с европейским лицом. Так его определяют ученые. Пришли сюда люди, как правило, очень смелые и очень сильные. Потому что в Сибирь идти с европейской части без железной дороги в 18-19 столетии было тяжело. Сильные, выносливые и готовые к объединению, если это будет необходимо. Горы и степи сформировали такой характер алтайских людей. И это уже мнение экспертов-историков. А дальше из уст выступающих начали звучать фамилии тех, кто родом с Алтая и прославил наш регион. Люди смелые, сильные, с настоящим сибирским характером. Шукшин, Титов, Золотухин, Калашников. Все они уехали с Алтая, но никогда его не забывали. Они старались для своей земли что-то сделать. Но вспомните, что Золотухин руководил театром. Построил храм на своей родине. И Калашников, и Титов. Все они возвращались, все они старались принести какую-то пользу своей семье. Все они себя идентифицировали. Вспомним Калашникову Ольгу Григорьевну. Я был и остаюсь алтайским парнем. Знаменитая фраза Калашникова. Помните опираться на эти известные фамилии. Правильно, уверена молодежь. Но нужно думать и о настоящем, и о будущем. Пройдет время, и мы, так или иначе, молодежь перестанет цеплять все эти прошлые примеры, прошлые достижения. Это самое страшное, на самом деле, жить в прошлых достижениях и думать, что вы все такие же классные, реализованные и так далее. Нужно заниматься актуальными примерами. Вот наша студия выбрала такой подход, когда мы стараемся удивлять и делать так же, как в Москве. И делают это, оставаясь на Алтае и пригодившись ему. Современные парни и девчонки уверены, наша молодежь и раньше была особенной. Остается такой и сегодня. Дух у нас какой-то другой, алтайский. То есть наших ребят видно всегда везде, на любом мероприятии. Вот мы какие-то другие. Вот, наверное, потому что мы степные, быстро умеем организоваться. Со степей нас собрали. И борщ правильно вы знаете, как варить. Да, и борщ правильно мы тоже знаем, как варить, потому что на местах мы его тоже сами варим, иногда такое тоже приходится. Ребята очень дружные, ребята очень отзывчивые. Вот, конечно, в первую очередь кажется, что они едут за деньгами, да, все равно денег охота заработать, там летом все равно. Но, наверное, главное-то внутренняя мотивация, это не, в первую очередь, это не деньги, да, это показать себя, рассказать, какие они крутые, рассказать, что они вот такой командой могут сотворить большое дело. Необходимо опираться на традиции и развивать их. Таким должен быть культурный код Алтайского края. По сути, все выступающие в итоге говорили об этом. Вот это желание поделиться своим сердцем, душой, умом, руками с другими. И самое главное, показать, что у тебя тоже так получится. Ты тоже можешь быть таким же, а может быть и лучше. Вот эта, ну, определенная пассионарность, она, наверное, является чертой уникального кода жителя нашего региона. И именно это направление общественной жизни, мне кажется, очень важным для дальнейшего развития. Поддержка со стороны региональных властей, общественных инициатив в сфере образования, культуры, социальной жизни, быта, благоустройства и многого другого, что мы сегодня наблюдаем в нашем крае, именно в ней я вижу залог успешного, прорывного развития края. В последних, наверное, лет 7-8 мы находимся в той ситуации, когда у нас взгляд в прошлое очень затуманен. Мы плохо пишем сценарии развития, плохо с ними разбираемся. А сегодня мы, вот обозначив основные термины, основное существование этих терминов, основные идеи, можем сказать, что в Алтайском крае нужно создавать все условия для того, чтобы культурные герои реализовывали себя в полной мере, или хотя бы процентов на 75 на родине, а не где-то в прекрасном далеком. А как это сделать, по какому сценарию развиваться, а также какие программы прописать и использовать для этих целей, предстоит решать руководителям региона в ближайшие годы, умело используя его культурный код. Татьяна Головева, Дмитрий Денисов. День с толком. Люля, кебаб и сочные сэндвичи. Такое обновленное меню представит один из комбинатов школьного питания с 1 сентября. Подготовка к новому учебному году идет не только по идее, но и по внешнему виду. Многие школьные столовые завершают косметические ремонты. Кто-то обновляет оборудование. О том, какое меню ждет учеников с нового учебного года, расскажем далее. Свежее и горячее питание – необходимый элемент в жизни каждого человека. Особенно школьника. Ведь грызть гранит науки без приема пищи сложно. Поэтому комбинат школьного питания «Глобус» за эти три летних месяца активно модернизирует школьные столовые и свои склады. В каждой школе объем работ разный. Где-то, соответственно, идет капитальный ремонт, где-то идет реконструкция, где-то меняется оборудование, где-то меняется посуда, где-то идет кадровая работа. В том числе, то есть меняются бригады, соответственно, меняется посуда. Но объем работы, который был проведен за летнее время, он достаточно большой. С нового учебного года комбинат будет обслуживать 87 школ. В эту компанию добавилась новая – 138-я в поселке Спутник. А главное обновление – это, конечно же, школьное меню. Здесь специалисты проводили опросы родителями и учениками о том, какие блюда они хотели бы. Все пожелания были услышаны. Теперь школьников будут ждать и люля, и блинчики, и горячие бутерброды. Правда, с элементом правильного питания. Меню младших классов мы разнообразили блинчиками, полезными сэндвичами. Это не общепринятые сэндвичи, это не по типу фастфуда. Меню будет разрабатываться, разработанным, точнее, полезным. Старше пуков мы в этом году побалуем свининой по-мексикански. Это новое блюдо абсолютно-таки. Но надеюсь, что оно понравится. Различные овощные гарниры. Да, мы расширили этот спектр. Затем, что еще? Люля-кебаб с соусом. Но, опять же, это такой будет школьный люля-кебаб. Правда, пока рецепт этих вкусняшек повара не раскрывают. Держит интригу до начала учебного года. Особое внимание комбинат уделил и автопарку. Чтобы доставлять продукты в целости и сохранности, нужны надежные машины. У нас в автопарке 21 машина. К сезону были подготовлены 100%. Кузовные, окраска, СТО. Все машины пройдены. Завершить все ремонты столовых в административных зданиях на складах планируют до 1 сентября. Чтобы с нового учебного года все было идеально для организации школьного питания. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Наш телеканал стал лидером в зрительском голосовании конкурса «Современник на экране». В этом году престижный телевизионный конкурс проходит в Тольятти. На него прислали более 400 работ. Наша история была посвящена двум мужчинам без определенного места жительства. В прошлом году мужчины отправились в путь длиной в 3000 километров ради спасения девочки из Барнаула Маруси Иценко. Маша больна спинальной мышечной атрофией. На ее лечение требуется больше 120 миллионов рублей. Марат и Рушан прошли 60 дней от Казани до Барнаула, чтобы привлечь внимание к Маше. За несколько дней наш сюжет об этом поступке набрал более 2500 голосов. Спасибо всем нашим зрителям за поддержку, теплые комментарии и ваши голоса. А на этом у меня все новости уходящего дня. Подробнее о погоде узнаем в конце выпуска новостей. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию и рассказывать о том, что вас волнует. Телефон 205-545. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует...